С праздником вас, кущие друзья! И мы с вами сейчас подходим или уже подошли к кульминации осенних господних праздников. Конечно, на следующей неделе еще будут традиционные праздники, это Шмини Ацарет и Симхат Тура, но господние праздники, о которых мы читаем в книге Левит, заканчиваются именно Суккотом. Как мы с вами знаем, Суккот это третий паломнический праздник, в который все общество сынов Израилевых должно было прийти в Иерушалаем на поклонение. И давайте, идя этот путь по этим праздникам, мы немножко вспомним, что же было, что будет. И 18 сентября протрубил Шафар, возвестив нам праздник Йом Труа, или как его еще называют, Трошка Шана. И мы вступили с вами во что? В дни трепета. Мы вступили в эти дни, чтобы размышлять о своей жизни, чтобы размышлять о своих путях и приводить свои пути, свою жизнь вообще в должное состояние через шуву, через раскаяние пред Богом и друг перед другом, конечно же. В прошлый понедельник мы смиряли наши души перед Господом в праздник Йом Кипур и радовались тому, что Бог, Он покрыл все наши грехи. И даже если мы не вспомнили и не раскаялись в совершенно каждом совершенном нами грехе вне трепета, то мы знаем, что святая кровь Ишуаха Машеха, она покрыла все наши грехи, включая и грехи неведения. Сегодня же мы с вами празднуем праздник Суккот. И в книге Дворим написано об этом празднике, я прочитаю вам 16 глава Второзакония, 13-15 стих. Праздник Кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, который в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. И вот сегодня мы только веселимся, да, у нас много веселья. Что же мы видим? Суккот – это праздник радости и веселья. Поэтому я предлагаю вам повернуться друг к другу, улыбнуться через свои прекрасные маски, глазами, улыбнитесь глазами и поздравьте друг друга с праздником. Это очень важная часть. А когда мы встречаемся с друг другом, желаем друг друга доброго, то поверьте, наше настроение, конечно же, подымается, и мы имеем еще большую радость. Я думаю, что каждый из нас имел радость, когда только вошел в собрание. Да, когда мы вот входим в собрание, когда мы встречаем братьев и сестер, то наши сердца уже наполняются радостью. Когда мы увидели прекрасную сукку, мы думаем, аллилуйя, сегодня же суккота, она еще такая красивая, аллилуйя, столько событий, и радость она переполняет нас. Я думаю, что мы научимся эту радость показывать, даже через маски, это новый для нас уровень, но мы радуемся, радуемся о празднике. И если мы с вами будем внимательны, то увидим, что празднование суккота, оно связано с Божьим обетованием благословения. Мне нравится, что в тексте написано, что когда ты соберешь все с гумнаст твоего, источила твоего, ты не будешь радоваться, потому что Бог благословил тебя. Там написано по-другому. Там написано, потому что Бог благословит тебя. Мы радуемся не от того, что мы имеем, а от того, что, исполняя Божью волю, мы будем благословлены. И перевод Санчина, он передает эту концепцию более точно. Я прочитаю тот же текст, который читал выше. Дворим, 16 глава. Семь дней праздную Богу всесильному твоему на месте, которое изберет Бог, ибо пошлет тебе Бог всесильный твой благословение во всех плодах твоих и во всяком деле рук твоих. И будешь ты только радоваться. Ты будешь собираться на сухот перед Господом, и Бог благословит тебя. И ты будешь иметь радость. Это праздник обетования, когда мы исполняем Божью волю. Бог благословит нас и даст нам радость. И я думаю, что мы с вами, друзья, также хорошо знаем, что этот праздник, как и все праздники Господни, он направляет нас по трем проекциям. Это проекция прошлого, проекция настоящего и проекция будущего. И если мы говорим о празднике Сауккот, то проекция прошлого связана с воспоминанием странствования еврейского народа по пустыне после выхода из Египта, когда сам Всевышний, он был покровом народа, он был его обеспечителем. Проекция настоящего Сауккот это праздник сбора урожая. И тут мы с вами, друзья, мы с вами являемся этим Божьим урожаем. Бог нас собрал, мы Божий урожай. Но в то же время нам надо понимать, что мы еще являемся и Божьими делателями. Мы не только урожаем, но мы и делатели, которые призваны для того, чтобы собирать Божью жатву. Проекция будущего Сауккота это праздник, который возвещает, что когда в конце времен сам Всевышний, он придет для того, чтобы собрать последнюю жатву. Будет это время, когда сам Бог придет, чтобы пожать жатву свою. И интересным моментом является то, что вот в Брит Хадаша мы читаем, что апостол Иоанн, он акцентирует особенное внимание на этом празднике. Он показывает самого Ишуа на этот праздник. Вот показан Ишуа во время Суккота. И Иоанн описывает его слова, которые раскрывали действительно истинный смысл этого праздника, направляя людей к источнику жизни и к источнику света, к источнику воды живой. Вы помните, я думаю, должны помнить все действия, которые происходили в Иерусалиме в это время, как излияние воды на жертвенник происходил такой ритуал. Потом светильники 25-метровые ставились, которые светили на весь Иерусалим. Но Ишуа говорит, я свет этому миру. Он говорит, у меня источники жизни, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он раскрывает истинный смысл вот этих действий, которые направлял народ к самому Господу и Спасителю. И также мы видим, что Иоанн в своем откровении, он показывает нам эсхатологическую перспективу. Я думаю, этот молодой человек, он принял от Господа эти моменты, и он вот хотел возвестить. Он акцентировал внимание на праздники, но потом он акцентировал внимание на будущем. Показывая нам будущее, когда жизнь и Божье обеспечение вообще всех народов на земле, оно будет связано непосредственно с поклонением Ишуа Хамашиюху именно на праздник Сухот. Я думаю, мы с вами помним эти тексты, которые говорят, что народы, которые не придут на поклонение в Иерусалим, в тысячелетнее царство Ишуа, у тех не будет дождя. Не будет дождя, а не будет дождя, значит не будет ничего, не будет урожая, не будет обеспечения, будет беда и голод и смерть. И скажу вам откровенно, что так как наш ребер Валентин Романович очень часто в этот период времени уезжает в Америку, то я уже очень много говорил о Сухоте. И мне пришлось очень так хорошо помолиться, чтобы Бог направил меня, чтобы не хочется повторяться, а чтобы посмотреть особенную какую-то сторону этого праздника. И Бог положил мне сегодня на сердце поговорить о празднике Сухот в проекции праздника сбора урожая. И я думаю, что мы знаем, что Израиль времен Танаха был страной, в которой было очень хорошо развито сельское хозяйство. И это несмотря все же на очень неблагоприятный климат. И в Писании мы видим, что Машех, он очень часто приводил примеры, связанные с земледелием. Да, вот мы, читая Брит Хадыша, это видим. Почему он это делал? Да потому что эти примеры, они были очень понятны для народа. Они были простыми и понятными. Для нас, друзья, также не должно быть секретом, я думаю, что весь годовой цикл господних праздников был связан с сельским хозяйством, точнее сказать, с урожаем и его сбором. Так мы видим, что на второй день Песоха, праздник, который проходил в первый библейский месяц, праздновался праздник первых плодов. Первосвященник брал первые снопы урожая и чменя, и, как написано, возносил, возносил эти первые плоды, потрясая пред Божьим лицом. Этот праздник, он имел также пророческий смысл. Мессия, Ешуах, Амашех, Господь, который умер на Песох, должен был заново вернуться к жизни. Смерть не смогла удержать его, потому что Бог воскресил его из мертвых. Он был также вознесен, и об этом написано в 1 Коринфянам, 15 главе, 20 стихе. «Но Машех воскрес из мертвых, первенец из умерших». Первым воскрес Машех. А это значит, друзья, что Мессия, Ешуа, он является началом Божьей жатвы человечества. Он первый, кто должен был воскреснуть, и кто воскрес из мертвых. Далее начинается у нас что? Отчет Амера. Со дня первых плодов отсчитывается 49 дней, и наступает праздник Шавуот, праздник жатвы пшеницы. В иудаизме этот праздник связан с дарованием Торы, но этот праздник также называют праздником тоже первых плодов. На Шавуот, первых плодов пшеницы, на Шавуот от каждой семьи приносили два хлеба, сделанные из лучшей муки пшеничной, но эти хлеба, они уже были закваской. Это делалось, приносилось пред Божье лицо, чтобы священник благословил урожай, благословил Бога, дающего урожай. И как мы с вами знаем, что значит закваска? Вообще, символ закваски. Закваска – символ греха. И этот праздник, он имел также пророческий смысл. После воскресения Ишуа, через 50 дней, когда ученики собрались на праздник в Иерусалим, тот же Дух, который воскресил Ишуа из мертвых, который был, я говорю, Ишуа, который был первым плодом воскресения, сошел и на его учеников, которые стали кем? Стали Божьей общиной, стали Божьей церковью, наполненной силой Божьего воскресения, став также этими первыми плодами. И как нам, что вот, я сказал, приносились хлебы из пшеничной муки с закваской, то и мы с вами, будучи этими первыми плодами, мы по-любому все-таки с вами согрешаем. Потому что еще не завершился божественный план, который приведет нас в состояние, когда мы будем неспособны уже согрешить. Но на данный момент мы являемся этими первыми плодами, имея все-таки в себе вот это состояние, которое закваски греха. Но при этом всем мы ожидаем того, что это состояние когда-то прекратится. Я думаю, каждый из нас, как Раф Шауль, он мучается в этом теле своем еще от того, что мы, дети Божьи, но все-таки поступаем иногда неправильно, ожидая того времени, когда это перестанет быть в нас. И мы не будем говорить, чего хочу, того не делаю, и наоборот. Мы будем делать Божье дело и будем неспособны согрешить. В Сухот народ собирался в Иерусалиме также для того, чтобы праздновать последний праздник жатвы в году. И евреи приносили перед Божьим лицом плоды земли в знак благодарности Всевышнему за его обезепечение. И этот праздник имеет тоже пророческий смысл. Если Песох был для нас первым исходом, ну не для нас, Песох был для евреев первым исходом, но на него мы смотрим как на первый исход, то Сухот в его пророческой перспективе, он указывает на последний исход. Он указывает на то, что когда будет происходить последняя жатва человечества, когда сам Ишо вернется на эту землю, чтобы установить свое вечное царство. И этот праздник, он предвосхищает те вечные небесные обители, которые Мессия Ишо, он приготовил для нас с вами, для нас спасенных, уверовавших в Него. И в конце времен Бог соберет плоды искупленного человечества в своем царстве. И Иоанн, он в книге Откровения пишет об этом. Это 14 глава, 14-16 стих. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобно Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серб. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, и жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке сверх серб свой на землю, и земля была пожата. Но до этого периода, каждый год на Суккот, мы, спасенные с вами, искупленные в Ешуа Машиехе, мы собираемся одной такой дружной, единой семьей на праздник, понимая, что мы являемся его жатвой. Мы с вами, друзья, являемся жатвой Божией. Мы понимаем, что на Песах Ешуа был принесен как первый сноп жатвы, так и мы в проекции Суккота приносим себя пред Божье лицо, как первый сноп, понимая, что в замершении Божьего замысла мы станем последним снопом жатвы Всевышнего. И как говорит Писание, то мы живущие и все умершие, не только мы живущие, а все еще умершие в вере Всевышнего придем к этому состоянию полного совершенства в Ешуа Мессии. И об этом говорит Павел, свидетельствуя о мужах веры в послании к евреям в 11 главе. Я думаю, мы все хорошо знаем, где приводится такая просто список людей, умерших в вере, список тех, кто прожил свою жизнь достойно, исполняя волю Всевышнего. И завершает эту главу Равшауль словами, это 11 глава евреям, 39-40 стих. И говорит, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И, друзья, получается, что люди, умершие до нас, умершие в вере, они ожидают этой последней жатвы, когда все мы станем, станем вот этой последней жатвой уже. Потому что, как вы знаете, будет время, когда будут отделены плевелы от пшеницы, и плевелы будут ввержены в гиену огненную, а дети царства, они будут восхищены и будут пребывать всегда с Господом. И если сегодня, друзья, мы говорим о Суккоте в контексте годового сбора урожая, то он отмечался, этот праздник, в период особого изобилия. Все есть, как написано, собери, то, что ты собрал, сточило твоего, сгумна твоего. Все есть, собран весь урожай, и человек, он смотрит на свой труд. И, по сути, подводится своего рода итог всех своих достижений. Ты видишь урожай, ты видишь свои доходы. И, естественно, в человеческой природе приятно наблюдать на плоды своего труда. Кто любит наблюдать на плоды своего труда? Я люблю, это у меня любимое занятие, что-то сделать и потом любоваться. Это просто, это умиление. Но это может привести к опасности думать, что все, что я имею, это только благодаря своему труду. И именно в это время изобилия, именно в это время такого множества, Бог, Он выводит народ из своих домов в кущи. Он выводит, и для чего Он это делает? Чтобы человек, Он вспомнил, что Он находится под покровом Всевышнего. Что то, что мы находимся на этой земле, это всего лишь временное состояние. Наши земные жилища, это все временное. Есть мы, есть Бог. Есть мы, есть перспектива вечности. И Бог именно в период вот этого обилия всего, Он говорит, нет, друг мой, тебе надо смотреть не на это, тебе надо смотреть на меня. Тебе надо расценивать свою жизнь не в проекции того, что ты достиг, а в проекции наших с тобой взаимоотношений. Для нас же, друзья, вот верующих уже Брит Хадаша существует другая опасность. Первый, как бы я вариант написал, нарисовал вам или описал о Израиле, когда вот люди живут в кущах или жили в кущах, когда собирались действительно сельскохозяйственные урожаи. Но у нас с верующих Брит Хадаша также есть определенная опасность. Что это за опасность? Это опасность подумать, что я, все, я молодец, я достиг определенных вещей. Ведь мы с вами проходим праздники, да? Мы говорили, Йом Труа, Дни Трепета, Йом Кипур. И если мы действительно их проходим должным образом, то мы делаем эту внутреннюю инвентаризацию своего сердца, мы раскаиваемся в наших грехах, мы примиряемся друг с другом, и мы знаем, что в Йом Кипур наши грехи, они покрыты. Мы это понимаем, и можно сказать, ну все, я дело сделал. Аллилуйя! Мое спасение, это как бы имеет такой фактор уже, ну, постоянного и такого непоколебимого состояния, ну, как само себе разумеющийся факт. И я не просто голословно говорю об этом, потому что есть такая тенденция, что люди спасение свое, они как бы, ну, как само разумеющийся это. Я спасен и все, и никаких вариантов, даже если ты пытаешься объяснить, что спасение это не единоразовая молитва покаяния, а определенный путь, то как бы о пути слушать не любят. Важно то, что есть факт моего спасения в Вишуам и Шехии, и это есть факт спасения, но нам надо пройти свой путь. И Писание говорит, чтобы мы имели такую трезвость своего размышления. Тот же Иоанн говорит в 15 главе, в 16 стихе, говорит, не вы меня избрали, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Он говорит, я избрал вас. Помните это. Когда вы заходите в Суку и встречаетесь по кровам Всевышнего, то тогда мы понимаем, что не я избрал Бога, Он меня избрал. Бог вывел народ из Египта. И никто из нас не может даже, ну, ввиду того состояния, которое мы с вами обрели через грехопадение Адама, никто из нас даже не мог подумать, чтобы искать Бога. Это не мы нашли Бога. Грех это желание найти Бога уничтожил еще в Эдемском саду в момент грехопадения. Не мы, но Бог, только лишь Его благодать, которая коснулась нас Святым Духом, она смогла обратить нас к Богу. И мы являемся Божьей жатвой, потому что Он пожал нас. И как Он это сделал? Для этого Он использовал своих делателей, которые были до нас. Кто помнит время своего обращения? Помните, да? Я помню, я помню, как я, будучи молодым, еще совсем, ехал немножко, выпивший в этом, в троллейбусе или в трамвае, не помню уже, и ко мне подсел молодой человек и рассказал у Ишуа, он рассказал мне благую весть. Я тогда послушал, сказал спасибо, до свидания. Мне прошло 8 лет, и потом мой друг детства, он уверовал, начал ходить в церковь, и он мне тоже с таким чувством радости, такой горячей, начал мне свидетельствовать о том, как Бог коснулся его сердца, как изменил его. Я посмотрел и начал задумываться, думаю, вау, если его Бог смог изменить, а чего меня не сможет изменить? И через полгода буквально Бог послал в мою жизнь людей, которые привели меня в общину, и вот я в общине уже больше 15 лет, наверное, 17, кажется, лет. Я думаю, что такую историю каждый из вас мог бы рассказать. И это была бы очень интересная, ну, интересная история. Я, наверное, вот на домашних группах у меня сейчас возникла такая мысль, сделай такой вечер, вечер воспоминаний о том, как Бог достигал каждого нас своей благодатью. И я уверен, что история каждого из нас, она бы действительно показала нам не наши заслуги, а только лишь Божью благодать, потому что, по сути, мы Бога все отталкивали и отвергали. Но Он касался нас, чтобы привлечь нас к себе, при этом использовал Он людей. Бог всегда использует в Своем труде людей. Вы знаете, даже апостолу Павлу, которому Ешуа явился на пути в Дамаск, нужен был человек. Ему нужен был Анания, который пришел, возложил на него руки, который помолился за него, и тот прозрел и исполнился Святого Духа. Тот же Анания нужен был ему, чтобы вести его в среду братьев. Ну, в общем, Бог использовал человека. И мы не знаем историю обращения самого Анании, как он обратился, но Анания был пожат Божьей благодатью через кого-то, но Анания, он стал делателем для Равшауля. А Равшауль, он откликнувшись на Божий призыв, быв послушным, он стал жатвой. Он был пожат Богом, используя человека. И мы сегодня, друзья, стоим перед Богом и возвещаем с вами, что мы Божья жатва. Но мы также, я хочу акцентировать внимание, что мы Божьи делатели. Мы должны быть этими Божьими делателями, которые делают Божий труд. И вот то, что мы читали в Иоанна, 15 главе, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал. Бог многих из нас, тех, которые думали, что мы твердо стоим на своих ногах, а на самом деле мы не стояли. Он поставил нас. Он поднял нас на наши ноги. Потому что, скажу по себе лично, я не то, что не стоял. Я, наверное, уже копал себе землю туда, чтобы уйти в землю. Но Бог, Он подымает человека. И даже самого праведного, который думает, что Он делает правильные поступки, Он по-любому где-то в сферах своей жизни, Он понимает, что Его ноги слабы. Бог берет и ставит. Он ставит на свои ноги и ставит не просто, чтобы мы стояли, как столбы и стояли. Знаете, со страхом и трепетом совершал свое спасение, как столбники. Залез на столб и это. Надо страх и трепет в нашем спасении. Но нам надо идти и приносить плод. Приносить плод. И этот плод, он имеет две стороны. Плод внутреннего, вот это, плоды Духа своего, которые мы имеем и должны в себе, чтобы они возрастали, утверждали из нас плоды Духа, но также плоды для Божьего Царства. И сам Ишуа, он говорил в Евангелии от Матвея, 9 главе, 37-38 стихе, тогда говорит Ишуа ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я скажу, что во все времена истории христианства были те делатели, благодаря которым была жатва. Потому что если бы не было делателей, то не было бы жатвы и не было бы нас с вами. Каждому Бог дал этого делателя, который пришел и сказал, Бог любит тебя, Бог умер за тебя, Бог спас тебя. И Дух Святой через человека, через делателя коснулся наших сердец, чтобы мы встали, чтобы мы пошли и были этими делателями, а не просто были стоящими, говорящими, Аллилуйя, Бог меня спас, слава Богу. Нет, поставил, чтобы мы пошли. Он сделал наши ноги твердыми, крепкими. Он укрепил нас, чтобы мы что делали, с крепкими ногами шли вперед и приносили плод. Всегда помня за себя совершение со страхом и трепетом своего спасения, но всегда понимая, что мы призваны для того, чтобы участвовать в спасении других людей. Если мы это забываем, то мы делаем половина замысла Божьего. Я скажу вам, друзья, что когда-то много времени, я вот домашними группами занимаюсь достаточно давно, наверное, около 10 лет. И в один из периодов времени я получил откровение о том, что то, что я делаю, это всего лишь половина того, чего ожидает Бог от нас. Что мы делали? Нашей целью в домашних группах было созидание самих себя в любви. Учение, наставление, мы как бы в том, чтобы я как пастырь думал о том, чтобы не потерять то, что мы имеем. Но в один определенный момент Бог меня обличил и говорит, ваша цель не в этом. Ваша цель, чтобы распространять Евангелие Царства. Делая это, вы будете созидать самих себя в любви. Делая это, вы будете по-любому расти духовно, потому что в домашних группах происходит и общение, и назидание, и все. Но целью должно быть распространение Евангелия Царства. Целью должно быть утверждение Царства Ишоа Мессии на этой земле. И я скажу вам, что наши домашние группы сдвинулись с места, когда мы начали это делать. Начали группы умножаться, начали, когда стал правильный фокус, когда стала правильная цель, сам Бог, Он начал помогать нам в этом. И в еврейской традиции, друзья, на Суккот принято приглашать на праздник кого? Гостей. Ушпизин. Я думаю, все смотрели этот фильм. Вчера у нас проходил клуб кино, и наши гости, наши служители смотрели этот прекрасный фильм. Я думаю, его можно посмотреть и не один раз. Он достаточно интересный. Так вот, по традиции считалось, что семь гостей в праздник они посещают сукку каждого еврея, который соблюдает заповеди Всевышнего. Это души Авраама, Ицхака, Якова, Йосифа, Маше, Аарона и Давида. Семь человек. Принято также приглашать этих семь, есть даже молитва, приглашение семи этих гостей в свою кущу, но традиция говорит о следующем, что чтобы эти семь гостей в твою кущу пришли, в твоей кущи должны быть еще гости из плоти и крови, потому что Авраам, Ицхак, Яков и все остальные не придут, если у тебя не будет друга, который человек, в человеческом облике. И это очень хорошая традиция, но я скажу вам, что здесь немножко сбит фокус. В этой традиции ключевыми фигурами являются не Авраам, Ицхак, Яков, Маше, Аарон, Йосиф и Давид. В этом всем действии и в этой кущи, которую мы с вами строим, которую строил еврейский народ, самым главным действующим лицом является Сам Всевышний. Потому что для этого важно, чтобы вспомнить о том, что Сам Всевышний был покровом народа, что Сам Всевышний является сейчас нашим покровом, что Он является сейчас нашим обеспечением. И об этом говорит нам само устройство суки. Да, мы знаем, что сука строится без крыши, как раз в то, чтобы человек поднимал свои глаза наверх и задумывался о Боге, вспоминал о Боге, который делал и делает сейчас свою работу в нашей жизни. Поэтому, друзья, когда мы с вами приглашаем друзей на суккот, то мы приглашаем их не просто на какое-то там действие или на просто праздник. Мы, по сути, приглашаем их войти под этот Божий покров, чтобы они почувствовали не просто ощущение праздника, как это бывает в религиозных кругах, когда фокус, он смещен и просто вот религиозное действие или обрядовое действие, которое интересно, которое может быть и красочное. Нет. Но ощущение праздника через переживание Божьего присутствия и чтобы люди, они захотели в этом Божьем присутствии не просто побыть, но еще в этом присутствии остаться на протяжении всей своей жизни. И сейчас, друзья, я хочу обратиться к нашим гостям и тем, кто смотрит нас через интернет. Если вы первый раз у нас, вы наши успехи, вы наши гости, а может быть, вы и не первый раз вас приглашали друзья или знакомые, вы впервые на Суккоте, а может быть, и не впервые на Суккоте, Бог, Он хочет стать вашим покровом навечно. Он хочет веселиться в ваших сердцах и дополнить вас весельем и хочет вселиться в ваши сердца своим святым духом. Но для этого необходимо сделать определенные вещи. три действия. Во-первых, надо поверить Божьему Слову, которое говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. И даже если вы, может быть, и очень хороший человек, но перед Божьим присутствием, в присутствии святого Бога, вы поймете, что вы являетесь последним грешником. Потому что если мы не делаем грехи, мы иногда думаем неправильно и достаточного одного всего лишь греха в своей жизни, чтобы поставить темное-темное пятно на ней. Во-вторых, нам надо принять Божий план, который он от создания века, он этот, приготовил этот план, этот план оправдания, план нашего спасения, понимая, что никакие наши добрые дела, потому что мы можем думать, что я хороший человек, в принципе, плохого не делаю, даже благотворительность занимаю, бабулечке дам 10 рублей на улице, помогу бедному, соседям помогаю, но в принципе, хороший человек, но никакие наши дела, они не могут оправдать нас перед Богом, только лишь еврейский Мессия, который умер за наши грехи, он является оправданием нашим и спасением. И в-третьих, что надо сделать, это призвать этого Мессию, этого Спасителя в свою жизнь, помолившись молитвой покаяния. И если вы на этом месте являетесь этим гостем, поднимите вашу руку, к вам подойдут наши служители, наши люди и помогут вам совершить молитву покаяния, подскажут вам, как это делать. Я попрошу, пожалуйста, в нижнем зале, вот женщина, подойдите, пожалуйста, Ира, подойди, пожалуйста, и с вами помолятся. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте воздадим Богу славу за наших гостей, за то, что Он приводит, и за то, что Он открывает сердца людей к Евангелии Царства. А я попрошу вас, если, может быть, вы дома смотрите это, и Бог касается вашего сердца, давайте помолимся простой молитвой покаяния. Попросим Господа, чтобы Он простил наши грехи вошел в наши сердца и был Господом и Спасителем. Авину Малкейну, Отец Наши Царь, Боже, мы просим прости нас за наши грехи, Господи. Мы понимаем, что все мы несовершенны, мы делаем неправильные поступки, а может быть, у нас поступки правильные, но мысли неправильные, прости нас. Мы действительно раскаиваемся за наши действия, Господи. Прости во имя Господа Иисуса Христа, мы просим Тебя, мы просим Тебя, Господь Ишуа, Иисус Христос, войди в мою жизнь, будь моим Господом, будь моим Спасителем, свою жизнь мы посвящаем Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя. Я безмерно благодарен Богу за то, что Он приводит в наш дом, в нашу суху Ушпизим гостей, которые входят в Его покров и хотят под этим подкровом оставаться. Для нас же уже друзья с вами спасенных, искупленных, оправданных, важно вспомнить, что мы как Божья община являемся этим первым плодом, потому что некогда был определенный делатель, которого Бог использовал для нас, и мы с вами были пожаты, потому что этот делатель, он был послушный Богу и сказал нам слова спасения. И сегодня в первый день этого прекрасного праздника, праздника радости и веселья, я предлагаю каждому из нас задуматься, являюсь ли я Божьим делателем на этой земле, являюсь ли я тем, которого Господин жатвы послал на жатву свою, задумываюсь ли я о своих ушпезин, о своих друзьях, или они уже привыкли, что я 20 лет верующий, а они не верующие, задумываюсь ли я о них, молюсь ли я о них, говорю, перестаю ли я говорить в их жизнь, что есть спасители, есть спасение, привожу ли я их под покров Всевышнего, очень важно, мы иногда думаем, ну праздник, ну что, важно брать людей и вести в это Божье присутствие, где сам Бог Духом Святым Своим Он будет касаться людей, потому что не мы даем покаяние, мы делатели в том лишь, чтобы взять и привести, как Анания, не Анания дал покаяние Павлу, Анания всего лишь был инструментом, который возложил на него руки, помолился, Бог снял пелену с его с глаз, и Бог наполнил его Духом Святым, Аллилуйя, друзья, если мы спасены, то мы все Божьи делатели, мы Божьи делатели, нет человека, который не является Божьим делителем, и каждый из нас, он наделен своим даром, чтобы мы шли, встав твердо на наши ноги, шли и приносили плод, чтобы мы не сидели в зоне своего комфорта, которым может быть и наш дар, ты говоришь, о, я не евангелист, я учитель, мне надо, я буду читать книги, чтобы потом учить других, да, ты учитель, но ты тот, тот, который есть делатель, и тебе, возможно, Бог даст такого же учителя, с таким же образом мышления, чтобы ты рассказал ему благую весть, чтобы мы проповедуя слова, проповедуя могли сказать словами Иоанна, восвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его, ешой и мессией, и сие вам пишу, чтобы радость ваша была совершенна, и мы можем иметь эту совершенную радость тогда, когда мы являемся Божьими делателями, и мы людям говорим Евангелие Царства, чтобы радость их, и наша радость, она была совершенна, и сегодня радость сухота, наша радость, она действительно имеет это совершенное состояние, потому что мы под покровом Всевышнего, и мы с вами, Божьи дети, мы в любой момент, на всяком месте, мы можем иметь общение с Ним, мы можем иметь отношение с Ним, также мы имеем это отношение друг с другом, поэтому повернитесь к своему соседу, скажите еще раз, хак-су-хо-сам-эх, твоя радость совершенна, потому что Ишуа, Он дает тебе эту совершенную радость, потому что Ишуа, Он дает нам эту радость, потому что мы Божьи делатели, мы соучастники Его труда, и мы будем соучастниками Его радости, благословенное имя Твое, Отец, я благодарю Тебя за это время, я благодарю Тебя за Твои праздники Господни, спасибо Тебе за то, что Ты направляешь нас взор, Боже, на Твою истину, и за то, что Ты, Боже, призываешь нас всех быть делателями Твоими на Ниве Твоей, мы благодарим Тебя за наших гостей, которые уже не гости, а стали нашими братьями и сестрами, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты касаешься сердец людей и даруешь спасение. Радость в Господе сила наша, радость в Господе сила наша, радость в Ишуа сила моя, Аллилуйя, благословен Господь. Слаж олилуйя, болови� Субтитры подогнал «Симон»